И в этот момент, когда Калия пытается его задушить, и Калия как себя чувствовал в этот момент? Как чувствовал его гордость? Он понимал, что «ну вот, я же вам говорил». То есть, вот Кришна, как говорится, как Гаруда играет со змеями, так же и хозяин Гаруды, Кришна, так же игрался с Калией. И Калия в какой-то момент подумал, я победил Кришну. Я все-таки Верховный Господь. Я же всем, сейчас я всем доказал, что я самый главный. 48 минут он, знаете, на пике блаженства находился. Не понимая, что это просто прелюдия к тому, чтобы поставить его на место. И в этот момент, когда Кришна находился в объятиях этого Калии, Кришна начинает увеличивать свое тело. И Калия, который, знаете, на вершине своей счастья от того, что он покорил Кришну, чувствует, что-то выходит из-под контроля, знаете, контроль теряет. Он не может держать Кришну больше в своих объятиях. И в конце концов Кришна просто выскальзывает. Выскальзывает из этих кольц Калии. Он выпрыгивает, соответственно, в воду. Калия понимает, что-то не так, непростой человек. Очень внимательно на него смотрит. Знаете, змеи, когда они их испуганы или как-то задеты, они очень внимательно изучают этот язык. У него не одна голова, да, вспомним, да, тысячи голов. Тысячи голов со всех сторон внимательно смотрит на Кришну. Язык высовывается. И в любой момент он готов прыгнуть на Кришну. И Кришна решил со змеем Калии поиграть. Он просто начинает плавать вокруг него и показывать. Ну, давай вот сюда укуси, вот сюда. Вот сюда показывай. И он, значит, прыгает. Как сказать? Бросается. Он бросается в это место. И в последнюю секунду рука убирается. Он распромахивается. И вот просто он издевается. Он очень быстро начинает вокруг этого Калии плавать. Калия внимательно за ним смотрит, пытается его укусить. Иногда говорится, что он прям-таки касается тела Кришны своим языком ядовитым. Ну, вообще он весь ядовитый, язык тоже ядовитый. И Кришна кричит, аааа. Но в следующее мгновение он уже в другом месте. И Калия ничего не понимает. Ачарьи говорят, что если бы Кришна в этот момент перестал бы над ним издеваться, то он бы просто ушел домой, Калия. Ему надоело уже все это. Ему же все надоело. Он говорит, ну давай завязывать, ну все уже, хватит. Но Кришна говорит, нет, я ничью, да. Кришна говорит, нет никакой ничьи, он просто его цеплял за его эго. И в конце концов Баларама стал уже проповедовать, вы смотрите, Кришна освободился, все нормально, все хорошо. Пастушки, они говорят, Кришна, давай, сделай его. Ешода и Нанда, они тоже были рады, но так как родители, они понимали, что еще очень в опасном положении, они не до конца были еще счастливы. И в конце концов, пока Калия прыгал за Кришной, из-за этих вот движений Калии появились огромные волны в этом озере. И Кришна как на серфинге, знаете, на этой волне, так раз так подпрыгивает. И он оказался выше, чем Калия, стукнул его по голове своим кулаком, голова так пригибается немножечко, и в этот момент Кришна прыгает на эту голову. И говорится, что это самый лучший, лучший объект для медитации неофитов, да, начинающих предных, когда Кришна стоит на голове Калии, победоносно стоит на голове Калии. Почему хороший объект для медитации? Потому что Кришна победит гордость. Победа Кришны. Победа Кришна.